мир вам возлюбленные сегодня поговорим на важнейшую тему тема второго пришествия господа нашего иисуса христа мы христиане верим что иисус вернется он сам об этом сказал он сказал не оставлю вас сиротами но приду к вам и возьму вас к себе но вопросы возникают когда именно вернется иисус точки зрения расходятся между собою у нас есть богословы которые доказывать что иисус вернется до тысячелетнего царствия и до начала скорбей у нас есть другие люди которые верят то что иисус вернется в середине сезона периода скорби и есть люди которые верят что сразу после окончания скорби иисус заберет церковь свою почему это важно потому что если ты веришь что иисус не вернется сейчас а вернется еще спустя какое-то время это определить твое отношение к жизни ты не будешь так сильно стараться очищаться жить свято и жить в ожидании пришествия господня ты будешь думать что у тебя еще есть достаточно времени но если ты веришь что иисус вернется прямо сейчас в любой момент это определит твое отношение к самому себе к богу и к окружающим и так в писании в откровении мы читаем что так как ты сохранил слово терпение моего говорит иисус я сохраню тебя от годины искушения и это место писания является одним из весомых аргументов чтобы сказать что церковь будет поднята до наступления великой скорби апостол павел же в послании к коринфянам он говорит другую мысль он говорит вдруг внезапность во мгновение ока при последней трубе ибо у вас трубит и мертвые воскреснут нетленными а мы изменимся вдруг при последней трубе вот признак при последней трубе но последняя труба в откровении это очевидно это в конце великой скорби и вот они скрещивают свои мечи богословы и теологии во что ты веришь скажи напиши мы читаем каждый комментарий мы поговорим об этом и я скажу вам во что верю я сегодня и моя вера и мое понимание она менялась на протяжении моей жизни потому что когда я учился в учебных заведениях то обычно в конце этой темы эсхатологии преподаватель говорил вам самим нужно определиться во что вы будете верить сегодня у меня есть точка зрения и я хотел бы поделиться ею с вами следующий раз подпишитесь чтобы не пропустить это продолжение и на следующей неделе мы продолжим поделитесь со своими друзьями и да благословит вас господь